Девушки отдыхают Сын Юбинга до сих пор кусает себе локти после боя Головкина и Брука в Лондоне Успех поединка обозначен по всем параметрам, в том числе и в коммерческом плане Поэтому семья Юбинга практически упустила из собственных рук и внимания британской публики и немалые деньги И поезд их, как говорится, ушел Как бы они ни пытались теперь восстановить ход переговоров относительно боя Головкина и Юбинга-младшего невозможен Геннадий вернется в Англию разве что ради объединительного боя с неуловимым Сандерсом По крайней мере, речь идет о среднем весе и варианты, которые появляются в случае поднятия Геннадия в весе, пока не рассматриваются Конкретно сейчас заигравшаяся в свое время боксерская семья попросту неинтересна Головкину и его команде Особенно четкую позицию обозначил менеджер казахстанца Олег Герман Процитируем По поводу Юбингов, то однозначно мы больше не будем тратить ни минуты нашего времени на этих клоунов У них был реальный шанс устроить встречу, которую они сами же упустили В второй раз мы на грабли с этой странной семейкой не наступим Пусть Юбинги не рассчитываются получить Головкина раньше, чем через пару лет Пока что его даже в списке наших нет Уверен, что посмотрев бой с Бруком и ажиотаж в Англии По этому поводу они уже сами несколько раз пожалели о том, что сделали Честно говоря, по отношению к ним в команде довольно однозначно Мы не теряем времени на пустые разговоры, рассказал Герман Это более чем достаточно, чтобы не рассматривать Криса Юбинга-младшего в качестве возможного соперника Triple G в конце года Билли, неуловимый Джо Сандерс Конечно, самый лучший и нужный вариант для нашего боксера был бы с поединок с британцем Сандерсом Но тут точно мимо кассы Во-первых, Сандерс слишком жаден В свое время он запросил цену, которой, мягко говоря, не подстать его уровню Переговоры зашли в тупик, после чего начались погони за Билли Джо Во-вторых, он мастерски избегает точной встречи с Triple G Арсенал его уловок превосходит его количество побед нокаутом В боксерских кругах над ним посмеивается Он настолько ненадежный, что несколько его последних теоретических встреч отменились из-за ряда причин То травмы, то отмена главного боя вечера Дарья следует переговоры уже с другими соперниками Все это играет ему на руку, пока он владеет заветным последним поясом, которого пока нет у Головкина Сандерс интересен, и о нем говорят Все это продлится ровно до боя с казахстанским боксером Поэтому ему непримерно хочется как можно дольше купаться во внимании И заработать свой самый высокий гонорар в карьере И в его интересах как можно дольше избегать Triple G Еще один из списка, не в этом году И всех, кто остается в среднем весе, главная опасность исходит от мексиканца Саули Канелла Альвареса Именно этот боксер может составить серьезную конкуренцию Головкину в ринге Однако наряду с его достижениями он также знаменит и достаточно непонятными действиями Для рядового болельщика и любителя бокса поведение его команды и самого Альвареса Видится как трусость и избегание Хотя причины добровольной сдачи пояса могут крыться и в другом Например, он ждет, когда Головкин разделается с Андерсом и станет обладателем всех чемпионских поясов в среднем весе Тогда и в разы подскочит цены на бой Головкина и Альвареса Глядя на то, как Альварес легко отдал свой титул без боя, о классическом чести и достоинстве, присущем боксерам из прошлого века, речь вести не стоит Единственное, что его волнует, а также всю его большую команду, это коммерческий успех И коронованный Геннадий Головкин будет на пике денежных возможностей Команда мексиканца прикинула, что битва со Сандерсом не за горами и сразу же заговорила о сентябре 2017 года Поэтому не исключено, что весной Трипл Жи встретится с Билли Джо, а осенью уже с Канеллы В этом году уже не вариант, Сауль Альварес залечивает раму руки после боя с Лямом Смитом Да и в целом боя с ним может и вовсе не случиться Нужен ли он будет Геннадию после завоевания всех титулов? Вряд ли Разве что для того, чтобы выяснить, кто все-таки лучший из лучших и заработает приличные деньги Особо привлекательных боксеров в среднем весе нет, поэтому вся надежда остается на Дэниел и Джейкобсе Кстати, сама перспектива выйти на ринг против американца выглядит заманчиво Поединок с ним мог бы получиться интересным и конкурентным Хоть сам Джейкобс выразил огромное желание драться с Головкиным, в данный момент не все гладко в переговорах Да, WBA обозначила дедлайн проведения боя и предоставление доказательств, что контракт обсуждается Но команда американца подумала и пришла к выводу, что следует попросить увеличение своей доли за бой Ранее говорилось о процентном распределении гонорара 75 на 25 Теперь в случае срыва переговоров и выставления боя на торги, Джейкобс и его компания требуют 40% Именно денежный вопрос может привести к срыву боя Сам Джейкобс также упомянул, что до встречи с Головкиным он хочет провести еще 2-3 боя, чтобы увеличить сумму гонорара Но в таком случае его лишат титула, а Головкин рискует остаться без соперника Вряд ли найдется еще один смелый, как Брук, который будет готов за пару дней принять вызов Этого боялся и тренер казахстанца Абель Санчес, который говорил, что сделка может сорваться, если Джейкобс себя переоценит Так или иначе, Дэниел является единственным соперником, который сможет выйти на ринг против Трипл-Джи в декабре Так называемых мешков зрителям, особенно фанатам не надо Не поймут поклонники казахстанца, если будет подписан какой-нибудь ноунейм Да и самому Геннадию, для которого время сейчас играет против него, проходной бой не подойдет Правда, куда страшнее вовсе не драться в этом году Иначе это отразится на кондициях боксера Так что вся надежда на Дэниел и Джейкобси